Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я бы была сильно характером, воспитанным, ответственным, интересным в общении, благородным И пусть даже если не красавцем, то ухоженным и аккуратным Ой, я уверен, если бы девушка стала мужчиной, это был бы реально-нереально странный паренек Так есть такие ребята, которые на самом-то деле девушки Я знаю, есть такие девушки, которые на самом деле парни выступают в традости шоу разных Зато такие парни на все сто процентов точно знают, как не обидеть девушку Интересно, если бы вдруг девушка стала парнем, чего бы она точно не сделала? Ну, я не знаю, чего бы я точно не сделала, но я бы не была с жлобом точно Никогда не изменять! Сейчас вот мужчины, жлобы! Я бы не пошла сюда! Я не пошла сюда! Здесь одни мужчины, здесь много парней! Здесь нечего делать мужчина! Не обманывала бы девушек! Я бы не вступала в какие-то женские интриги, разговоры, сплетни Я бы не подняла на женщину руку И я бы не прекращала бы отношения со своими детьми В каких бы отношениях я бы с ними не была Парни, травести шоу это все отстой Сто процентов Вот я недавно работал на чемпионате по пулл-дэнсу Там была куча интересного И что там было интересного? Главное не что, а кто и как Ну у нас сегодня только у нас выступающих 28 человек И все занимаются, скажем так, настолько профессийно, что может запросить гостей и показать какие-то трюки на шести? Ну, по профессионализму скажут уже наши гости и зрители Но я хочу сказать, что мы специально для них это делаем, чтобы для них был стимул к чему-то расти Они хотят показать своим любимым, близким, родным то, чего они научились Скажите, а какого века до вас чаще приходят люди? Ну, начиная лет с 17 и до, скажем так, есть девушки и 35 лет и больше Но это не играет особую роль, потому что мы начинаем подготовку с нуля Поэтому можете приходить и начинаться в любом возрасте А взагалі полдэнс – это больше спорт или это больше мистецство? Что в первую очередь? Ну, я скажу, что это соединяет в себе и спорт и искусство Потому что такую силу у женщины нужно уметь развивать и раскрыть И на самом деле эти же трюки сильные так красиво подать может только женщина Яка незвичайна пара ведущих на цьому заходе? Погляньте, это же Валерий Гаврилов и Лена Адель Витаю вас! Чаревна Лена, скажите, как вам сегодня заход? Очень доволена, мне очень понравилось Я думаю, что сегодня мы не зря много времени потратили на эту подготовку К этому торжеству и все девчонки очень серьезно отнеслись И вы сможете тоже посмотреть и получить максимум удовольствия от увиденного Как вам сегодня ваш соведущий? Я безумно счастлива Мне приятно, для меня это большая честь быть в паре с Валерой Гавриловым Я думаю, что сегодня тяжелее всего будет гостям, которые присутствуют на мероприятии Потому что такие красивые девушки, что я лично в огромной растерянности Кто победит, поэтому посмотрим Мы же не за красоту будем, не только за красоту будем оценить Мы будем за технику, артистизм, образ, придуманная девушка Насколько серьезно они отнеслись к этому образу То есть все в совокупности должно быть оценено, правильно? В частности, сюда девушки больше приходят как в спорт Мы помогаем им им хорошо иметь хорошую растяжку, фигуру Накачать ручки, ножки, прессик, попу Ну и подкорректировать всю фигуру в принципе Сегодня я впервые выставляю своих девочек Это три моих ученицы И на самом деле меня переполняет огромная гордость Потому что мы вместе очень трудились И я верю в каждую из них Я знаю, что они справятся и выложатся на все 100% А что вообще такое полдэнс для тех, кто не знает? Это шестая акробатика Так, это спорт Такой вид Я на русском можно Такой вид спорта Сейчас это хотят внести в мировые Ну как, олимпийские игры Вот, в общем Полдэнс в какой-то момент стал разделяться на пол-артистика Где у нас сегодня пол-арт-шоу Где девушки могут продемонстрировать какие-то театральные способности Мы же все женщины-актрисы в первую очередь И тут мы можем раскрыться уж по полной Ну а хочу сказать Те, которые хотят танцевать топ-лес То в принципе им эпилон-то не обязательен И тем более не нужны им уроки и занятия Они и так справляются, я думаю Слушайте, а если бы девушка реально стала мужчиной В каком бы возрасте она Ну в смысле он Решила лишиться девственности Ты что мочишь, какая разница вообще В смысле какая разница Ну парни-то хотят всегда побыстрее Чтоб перед пациками похвастаться А девушки, ну типа ломаются, чтоб не поспешить И шо, шо-то интересного не могло понять Не, ну просто интересно Наверное, чем раньше для мужчины, тем раньше, тем лучше, мне кажется Опыт, это всегда прекрасно 15, наверное, 16, я думаю, это нормально 20 Почему? Вот мне нравится 20, 20 20 лет это хорошо 17 Почему? Не знаю, 17 и все Тут бы, наверное, причиной было бы то, что Все уже лишились девственности А я нет Да, надо что-то с этим делать А для девушек все-таки чувство важнее Поэтому вот эта чувственная сторона Она движет девушками для того, чтобы лишиться девственности Если бы девушка вдруг стала парень Интересно, когда бы этот парень решил жениться? Слушай, ну это был бы не обычный парень Он бы думал, в принципе, да, как девушка А каждой девушке кажется, что парень должен жениться после первого секса Я бы женилась в 36, потому что к этому возрасту, ну после 35, я думаю, более осознанно подходишь к этому вопросу Ты уже сформировавшийся человек, личность 20 Лишилась подъезденности и сразу поженилась бы На той девушке Да 30 Почему? Это подходящий возраст для мужчин После 30 дней А почему? А уже на ногах стоит Парни, разговариваем с вами, ну не первый раз уже И столько у вас этой ностальгии за работой в Крыму Каждый раз, я не пойму, ну как будто бы нету других нормальных мест для отдыха и для работы Не, ну слушай, ну а куда еще ехать? Как куда? В Крыму точно никто не поедет Действительно, в Мариуполь вроде бы как бы опасно ехать В Одессе столько людей, что и плюнуть негде Ну вот, Херсонская область есть еще Там Скадовск, Железный Порт Ну и что там? Ну сейчас узнаем, что там И почем Скажите, а почему нужно ехать летом именно в Железный Порт? Потому что у нас красиво, відпочивати тут хорошо Люди спокійні, не воюють, не бьются Потому что молодежи, здесь самое место из-за того, что вся набережная забита клубами, веселыми ребятами Разнообразная металлитет людей с разных городов Украины Поэтому это как раз то место, где нужно получать такой отдых и опыт Ну, во-первых, начнем с того, что это море Море черное, открытое Во-первых, здесь в основном отдыхает молодежь И здесь очень большой выбор ночных клубов Разнообразие ресторанов, разнообразие цен Что вы вважаете найголовнейшим туристическим объектом Зелезного Порта? Море, наверное, что ж Море, песок, отдых, отдых, отдых А какие люди влитку приезжают? Ну, разные Из России, из Западной Украины, из Херсона Разные все А с Кривого Рога? Тоже приезжают, даже торгуют тут Чем торгуют? Креветкой, рыбой А с Дніпропетровичком? В этом году были, первого числа Нормальные люди На набережной пройти стало тяжелее Ходишь боком везде То есть, и людей много больше стало Раза три, наверное А когда начинается сезон? С каких часов? Ну, наше кафе работает с апреля Но большой поток людей в мае И... ну, июнь Среди мая, да Ну, вы же знаете, вы же тут живете Сколько в середине будет стоять Житло, номер для отпечки В этом году подорожали номера Вот у нас пенсионат для Фиеста Он сразу тут Там от 200 гривен Так, десь Там палаточный городок Тоже подорожали 100 гривен простой Просто А людей Тут от 50 гривен людей В зависимости от того, какой ты человек То есть, какие тебе нужны условия Тут от минимальных, то есть, от 30 гривен И до тысячи, и до двух, то есть Первая линия, она самая дорогая Это как вид идет на море Это средняя цена Первой линии от 500 гривен Все остальные линии... Это номер или с человека? Нет, это номер Есть попроще Есть семейные типы Мы в том году снимали От 50... ну, доллар еще был нормальный Вот От 50 гривен можно спокойно Койка, кухня А сколько до моря идти, это приблизительно по времени, если такой вот бюджетный вариант? Тут километраж села от любой точки за 5 минут до моря Я вам скажу, что если сравнивать курортные города с железным портом Я скажу, что одно простое слово, это село И люди просто хотят заработать самые обыкновенные деньги Независимо от твоего статуса Если ты студент или миллионер То есть, здесь будут нормальные человеческие цены И нормальные условия для жизни Это был залезный порт На черзе Скадовск На отличие от залезного порта У Скадовску есть порт И несколько мережевых супермаркетов Но море не очень глубокое Лечебно тут все Поветро тут такое, файное Почему нужно ехать отдыхать в Скадовск? Потому что тут дешево Много йода в нашем заливе Ну, конечно, берег, видите, какой он Но он летом обычно чистый Его почистить, он будет чистый Скадовск, как по мне, очень хороший город Для отдыха есть Как бы черное море себе Можно нормально отдохнуть Хорошая достопримечательность Местность здесь хорошая Да и город сам по себе Как бы такой Ну, это музей Скадовский Исторический История создания Скадовска Вот Остров Джералгач Который, говорят, что он уникальный Ну, парк аттракционов, наверное Ну, Скадовск без острова Это Считайте, вы зря просто потратите время Реально Одной из достопримечательностей Скадовска Является остров Джералгач Который находится Ну, в километрах в 20 или 15 По морю от Скадовска На Джералгач постоянно ездят разные катера Лодки туда Реально легко добраться И там действительно чистое море Жилье Ну, как бы в сутки Ну, где-то, наверное, гривен, наверное, 100 Где-то так, если Ну, прошлый год было где-то от 30 Минимально где-то 30 гривен в сутки 50, не меньше гривен Ну, это так Просто переночевать И без чайков и капучино Больше 100 людей в Скадовске Там, кажется, на одном уровне было На мой взгляд Советую поехать на Джералгач Очень хороший остров В первой половине мая уже можно было отдыхать Ну, это смотря, какая погода нам пошлет природа Друзья, ось так выглядит у сбережья Черного моря У Херсонской области Намного интереснее, на ком бы женился парень, который еще вчера был девушкой Шо тут думать? Конечно же, на своей первой девушке А если бы эта девушка, которая стала парнем, действительно стала парнем Может быть, тогда бы до нее дошло, что первая девушка это не лучший вариант для женитьбы? Если бы вы были мужчиной, вы бы женились на первой девушке? Ну, если бы это была любовь всей моей жизни, и я понял к 36 годам, что это так, то женился бы, конечно В первую очередь, я считаю, что это неправильно Наверное, нет Я думаю, что жениться на своей первой девушке, это, наверное, рано Вот, поэтому стоит все-таки еще попробовать отношения, еще прочувствовать жизнь и потом уже определиться Ну, а девушки, которые первые, они же обижаются на парней, что парни не женятся на них Ну, обижаются, конечно Не, на самом деле, для девушек это тоже очень рано Зачем? Зачем обижаться? Зачем обижаться, да Кайфуй, пробуй другие отношения, ну, веди нормальные Ну, потом уже с возрастом понимаешь Ну, потом уже, да, да Ну, Валер, если девушка не понимает, должен кто-то быть рядом, кто ей это объяснит, что тебе это рано Вот что интересно Если девушка как девушка, то ей непременно хочется, чтобы парень ездил на красивой машине Там на 221-го, например Ну, да А денежки должны зарабатываться просто так Вот если бы девушка стала парнем, может быть, она бы поняла, что она должна зарабатывать Ну, что ж, друзья, если вам нужен автомобиль, на котором вы едете и что-то везете, то, наверное, это он Я правильно скажу? Валер, ну да, если вы хотите и ездить, и работать на этом автомобиле, ну, в частности, возить какие-то грузы полезные, этот автомобиль подойдет Валер, это Volkswagen Caddy 2010 года выпуска с объемом двигателя 2 литра дизель, то есть просто SDI без турбины Без турбины А чем кращий мотор без турбины, вид мотору с турбиною? Не такой прихотливый к маслу Меньший расход Соответственно, дешевле в обслуживании И меньше износ двигателя, так как нету никакого давления постороннего на него А какие минусы? Минусы... маломощный Это, наверное, самый большой его минус, потому что он маломощный На 2 литра дизель всего лишь 70 лошадиных сил Валер, ну давай начнем с того, что Volkswagen Caddy начало выпускаться с 1982 года И начали выпускать его в Югославии, в городе Сарайва И по сегодняшний день выпускается этот автомобиль, только уже поменялось три поколения Якую трансмиссию комплектуются эти автомобили? Грузовые автомобили используются для того, чтобы возить грузы А так как автомобили с коробкой автомат не любят дополнительных нагрузок, поэтому для них ставятся механические коробки Ну и вообще в грузовом автомобиле, который нужен для того, чтобы зарабатывал деньги Он должен быть изначально дешевый в покупке А теперь несколько слов про внутреннее остаткование этого автомобиля Что есть, чего нет Я уже говорил о том, что грузовые автомобили не особо много на комплектации Но все-таки в данном случае в этом автомобиле есть практически все, что можно поставить в грузовой кладе Есть кондиционер, есть усилитель руля, есть система АБС, есть система, которая помогает нам во время заноса, то есть антибукс, антизанос И есть полный, ну в данном случае полный электровагент, потому что двери всего лишь две и управление зеркалами Такие все знаменимые ручки переключения климат-контроля точно как в Шкоде Фабии Валерий, ну Фабия и Фольксваген очень близкие по духу и по производству марки Это все-таки один бренд Фольксваген, они все принадлежат этому концерну Но я скажу тебе больше, вот у тебя была Шкода Фабия, а помнишь такая была Шкода Фелиция? Так А вот Шкода Фелиция сделана на базе второго поколения КАДИ Мы можем ехать на этом автомобиле у двух, сколько вантажей с собой мы можем при этом повести? Валерий, мы можем положить с собой 750 кг, это то, что заявлено в технических данных, 750 кг груза Но наши люди умудряются грузить больше Вообще характерные проблемы, в частности для дизельных автомобилей в нашей стране, это качество топлива Наверное, без турбины В любом дизельном автомобиле существует проблема с топливом Дело не в турбине, турбина работает же не от топлива, а от отработанных газов Поэтому, в принципе, топливо к турбине не имеет отношения Масло, да, но топлива нет Поэтому, оно убивает топливную систему Форсунки, топливный насос Вот на это следует обратить внимание, потому что они не гниют Машины оцинковывают, даже завод-изотвитель дает 12 лет гарантии на коррозию То есть, что не будет у вас коррозии, это 12 лет только от завода Они в этом уверены, соответственно, значит он проходит еще больше Поэтому на коррозию я бы не обращал внимания Целостность кузова, он цельнометаллический полностью То есть, его не рвет, он достаточно крепкий Ходовая, но она тоже проверена уже годами Кто использовал Volkswagen, тот понимает, что Поломать его практически невозможно, разве это делать специально? И за скільки сьогодні, у травни 2015-го, можно придбать Caddy С 2-литровым дизельным мотором в цей комплектации и в этом стане? Если мы говорим о автомобиле 2010-го года, как в данном случае у нас То на сегодняшний день такой автомобиль можно приобрести за 8000 Я уже представляю, как я еду на свидание на новеньком Caddy Она безумно рада! Не хуже, кстати, чем на каких-нибудь жигулях Андрюша, это я понимаю, а она-то думает, что за грузовик? И ты, в смысле парень, говоришь ей до свидания Интересно, а как бы девушка, которая стала парнем, заканчивала бы отношения? Парни, тут нельзя придумать ничего нового Девушкам кажется, что парни бросают их жестко и нетолерантно Ну а по-другому нельзя, никто ничего не сможет выдумать Пока дорогая И все? Не получается Ну я бы сказала, что я еду в командировку надолго Дорогая, извини, но не подходим друг другу И все? Вот так бы я сказала И все? Я бы показала бы Зачем говорить? Показала бы все Я бы, наверное, честно сказала правду, что не люблю этого человека, а хочу быть другим Ну как-то так, в таком духе Дело не в тебе, дело во мне Ну иногда девушки думают, что мужчины с ними поступают жестко, когда говорят, что отношения нужно заканчивать Ну мужская природа, наверное, жестче сама по себе Вот, но если бы я была мужчиной, я бы сказала об этом честно и открыто, назвала бы причины, по которым нам нужно расстаться Это, конечно, момент очень неприятный, как для той стороны, которая говорит об этом, так и для девушки, которая слышит это Ну, такой болезненный момент, который нужно пережить, зато потом уже будет легче А теперь ключевой момент, о чем мечтают девушки? Ну как о чем? О принце там на Феррари, Мазеранте или еще вариант О белом платье Парни, ну еще Ну давай, не томи уже Все девушки мечтают, чтобы ты тратил на нее все свои деньги А теперь внимание, если бы девушка резко стала паром, интересно, тратил ли бы этот парень все свои деньги на девушку? Интересно Тратила Сколько и почему? Все Все, что есть Потому что, когда мужчина тратит на девушку деньги, он априори в авторитете, ну так мы девушки сложены Мужины для того и созданы, чтобы тратить на любимых женщин Нет А почему? Я бы купила себе машину Нет, нет, конечно, на себя бы тратил А почему? Тратил, потому что я мужчина А почему? Чтобы выглядели хорошо, чтобы было много девушек Нет, не все, не все А почему? Ну потому что у мужчины есть много обязательств и забот Он должен думать про семейный брит Про, ну, про все такое Поэтому все деньги нет Гаврил, а что для тебя является в жизни самым сложным? Наверное, самым сложным для меня правильно использовать свое время Не залипать на ненужные видео на ютубе, не просматривать ненужные страницы в соц сетях А для тебя там тоже А для меня своевременно выполнять задачи Делать то, что надо сейчас, а не потом Согласен, для меня тоже важным является и сложным не лениться Интересно, а если бы девушка стала парнем, что для этого парня было бы самым сложным? Самым трудным найти себе жену Расстаться с девушкой Да, показать ей вот это, это самое сложное Ценить, береть свою семью и уважать свою жену Самым сложным доказать, что я мужчина Не все сейчас это могут Как мы видим из интервью наших респондентов Девушка никогда не сможет быть парнем Понимаете? И слава богу Ну да Все парни, хватит Поехали покушаем хачапури На тут Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!